Доброго времени суток! У меня окно открыто, очень жарко. Дома отопление шпарит и на улице очень тепло. Поэтому, надеюсь, особо вас не будет отвлекать шум с дороги. Мне подсказали тут интересную тему на Дзене. На моем канале Дзен. Дзен. Приезжал к нам товарищ Син. И, в общем-то, мы посмотрели, как будут складываться отношения. К чему приведут вот эти встречи, какие будут результаты. А давайте посмотрим, как будут складываться отношения Китая и Украины. Особенно после этой встречи, какие будут результаты. Итак, посмотрим. Ситуация, как она, что за энергии вот этих ситуаций, отношения именно Китая и Украины на данный момент подвешены. Энергия неопределенности, когда четко непонятно, как это, в принципе, событие будет развиваться. И пока они вообще никак. А вот. Ну, Зе ждал, что встретится с Си, а то еще и Си сам приедет к нему. А вот получился большой-большой облом. Но при этом украинцы это сами и устроили. Так. Посмотрим общее направление. Как будут складываться отношения вот в ближайшие полгода с Украиной. Пять, шесть. Итак. По справедливости. Вот можно сказать, что апрель месяц это будет... Отношения будут на уровне по справедливости. Вы нам нахамили. Это со стороны Си, да? Я вам отвечать не буду. Вы недостойны ответа. Вот она, эта дама справедливость. Потом, может быть, наладится какой-то в мае месяце. Какие-то будут сдвиги в лучшую сторону. И именно, как бы, потепление такое отношение. Сейчас я объясню. Ну, а дальше будет налаживание отношений. Будут достигаться поставленные какие-то цели. Но, ребята, сейчас можете мне говорить, о, ну вот это самое Си. Нет. Это не перемены в отношении к Украине. Это перемены на Украине. Которые приведут, соответственно, к изменениям в отношениях. С нынешним руководством будет отношение по справедливости. А эта карта, скорее всего, говорит о том, что будут готовиться какие-то переговоры. Ну, то есть, какое-то будет потепление. Будут пытаться, там, может быть, Зеленского убедить. А это уже, это самое, июнь месяц. А мы знаем, что в июне месяце начинается какое-то объединение. Вполне возможно, что это будут какие-то регионы, объединение регионов и заключение каких-то договоров, празднования. То есть, на Украине будут серьезные перемены. И Китай достигнет своих определенных целей на Украине. Вполне возможно, что это какие-то контракты. Вспомнит что-то из прошлого. Как-то это будет немножко восстанавливаться воспоминания. Конечно, они не будут такими, как были раньше. Но что-то назад, какой-то возврат назад немножко будет. То есть, это апрель, май, июнь, июль, август. А дальше уже спокойные, уравновешенные отношения. Это вот то, что в ближайшие полугода. То есть, если я была права. Почему я делаю допуск? Потому что все специалисты, все профессионалы говорят, что так будет, будет затянуто, а то и на несколько лет и так далее. Я говорю, что основная фаза закончится где-то к середине лета, горячая фаза. А потом, может быть, будут какие-то подписания, каких-то договоров. Но это не те договора, которые, ладно, мы оттуда уйдем. Нет. Это договор о капитуляции Украины. И потом будет налаживание отношений. Полное с Украиной. А в мае уже будут какие-то попытки усадить их за стол, уговорить на что-то. А в июне уже можно будет что-то начинать отмечать. Посмотрим, конечно, как будут развиваться события, но... Так, давайте посмотрим, как Китай на данный момент относится к Украине. То есть, готовы ли они к каким-то переговорам. Ну, как всегда, Китай доброжелательный такой дядечка, да, надо поговорить, надо вот мирные переговоры и так далее. Вот. Но я готов там чем-то поделиться, я готов поучаствовать в этих мирных переговорах. Но я вам всегда говорю, за вот этой вот ширмой, в принципе, ничего нет. Это только разговоры. Тут есть заинтересованность в том, чтобы все-таки о чем-то договориться, как-то этот момент смягчить. То есть, Си может и будет пытаться что-то, вот эти отношения, работать будет во всяком случае над мирными вот этим решением вопросов. Но это будет делаться по-новому. То есть, вот он предложил план, но это больше план, я так думаю, знаете, больше на публику. На самом деле план будет изменен, будет более практично продуман и будет предложен другой вариант. И это не в апреле, это вот на протяжении, ой, простите, какого-то времени. То есть, вот полгода мы тут смотрим, да, и вот оно и будет растянуто на где-то полугодие. Предложить новый план будет для этого специально времени. И, в общем-то, этот план придется, ну, да, сосуществить. Что будет за план? Непонятно. Попробуем посмотреть, о чем это план. О том, что, ну, что-то ущемить. И в какой-то степени удар. Я думаю, что это все-таки именно капитуляция будет договор. Разработанный совместно с Китаем. И, соответственно, именно на этом направлении будет работать. То есть, будет нанесен удар украины. Но я исхожу из того, из той информации, которую я знаю, да. Если же исходить из того, что говорят политики, профессионалы, военные, то это, в любом случае, удар по Украине. То есть, договор будет составлен так, что будет нанесен удар по Украине. Скорее всего, в любом случае, это будет уменьшение территории, потеря определенных ресурсов, но потеря территорий и останется небольшое количество. То есть, может быть, такой вариант, если это все будет затянуто. Если это в середине лета закончится горячая фаза, то это будет, конечно, договор о капитуляции. Как Украина относится к Китаю? Ну, конечно же, мы смотрим не обычных граждан, а именно руководство. Ну, смотрит на Китай, как возможность получить какие-то деньги, что тот же Си владеет большим количеством ресурсов, и это так оно и есть. И у Украины есть свои определенные планы на Си, но они очень многого не знают и, в принципе, ну, Зев боится. Есть страх и непонимание на самом деле реальной ситуации. Ну, Украина будет огрызаться. При этом может многое говорить, обещать то, что хотят все в мире слышать, но на самом деле не факт, что они так же, так и поступят. Скорее всего, они будут решать именно свои какие-то вопросы. но планы будут составлять в отношении Китая. Но все вот это будет всего лишь иллюзией. Большая работа на публику, как пропаганда, что мы вот такие хорошие, поэтому мы с Китаем будем дружить, а нам же нужно вот это, вот это, а им нужны ресурсы и много ресурсов в Китае. Вот такой расклад на отношения Китая и Украины. Скорее всего, Си когда-нибудь поговорит, но до этого план мирного урегулирования, так скажем, официально, да, вот мирное урегулирование этого вопроса, он будет пересмотрен после встречи с Путиным и, соответственно, будут туда внесены определенные правки. А вот дальше уже, как бы, Си не будет торопиться. Китайцы терпеливые, они будут ждать, как будут развиваться события. И когда уже будет какой-то определенный переломный момент либо в одну, либо в другую сторону, соответственно, они выдвинут свои предложения. И мы тогда услышим, о чем это было. Ну, а всем нам желаю мирного неба над головой. Берегите себя, берегите своих близких. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok